всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я тут вылезла из душа у меня еще волосы мокрые я вчера их покрасила вот так что я красотка такая но главное не в этом а главное в том что мы улетаем в отпуск ура ура вот я без макияжа потому что я не буду делать макияж самолет соответственно я просто сходила в душ единственно что хочу немножко уложить волосы потому что вот этот но это еще не весь уровень пушистости которые могут выдать мои волосы я вот так скажу в общем летим мы в арабские эмираты когда прилетим я вам подпишу все вот и расскажу сколько чего стоило там и так далее и тому подобное вот значит почему в арабские эмираты на самом деле мы хотели полететь египет но на момент того когда мы заказывали да вот путевка это называется да вот когда мы заказывали тур скажем так было такое что в арабских эмиратах было чуть дешевле чем египте ну как бы вопрос был решен и плюс еще перелет в арабские эмираты был прямым рейсом а в египет нужно было с пересадкой в стамбуле вот и мы короче сможем решили ну чего париться полетели в арабские эмираты в итоге за пару дней до получается вылета отменяет наш рейс и мы летим с пересадкой в москве супер просто супер вот и москве мы пробудем то есть мы как бы транзитом да получается москве и как она называется это все я не знаю даже не качество вам говорю не хочу вот мы там пробудим 10 часов и все это будет ночью то есть мы сегодня вы прилетаем москву где-то пол двенадцатого ли в двенадцать что-то в этом духе то есть вылет у нас из санкт-петербурга в 10 30 лететь до москвы 30 минут на 30 минут на взлет 30 минут на посадку этого полтора часа вот так что вот такая вот у нас история но на этом еще не все оказывается разрешенный вес багажа 10 килограмм я собираю вещи складываю я в ужасе девочки ну соответственно можно за перевес конечно же заплатить это все понятно но что такое 10 килограмм я начали подумала что ну 10 килограмм это нормальная история да ну в принципе нормально 10 килограмм только сам чемодан почти 4 весит вот у меня 3 700 или 3 500 я взвешивал пустой чемодан у нас три чемодана ну как бы короче меня перебесила я тут все сложила сказала муж сейчас при этом уж у меня на работе сегодня мы считает пусть сам все складывает я не знаю за перевес ну за период все равно надо будет платить хотя бы за один чемодан потому что мы же летим вчетвером и я например то есть тоже обувь да я детям беру босоножки и шлепки да ну и себе как бы ну короче как всегда сейчас муж будет ворчать мне что моя косметика много весит вот я мы же предлагала купить мне все в дути при мне на самом деле так тоже могу я например могу без своих любимых кремушков поехать куда-то ну как вот так что вот такая история кстати воду распущенных волос когда мне волосы распущены я постоянно трогаю постоянно трогаю их цена дергаю и в итоге потом завязываю хвост чтобы их не дергать постоянных труб особенно если вижу себя в зеркале вижу что я начинаю пушиться это я после душа сейчас надо будет маслица нанести они уже будут более гладкие у меня вот так что вот так вот мы летим вот и еще я приболела мы конечно же сдавали тест на ковид перед вылетом да вот но он нас отрицательный с мужем но я приболевшая реально то есть я себе так знаете такая вот когда сильно где-то намерзлась да и вот потом такой вот отходничок организма вот у меня примерно такое состояние не замуж быть на нервах я также как и многие но наверное немногие все некоторые боюсь летать вот но я пью успокоительное вот может быть из-за этого у меня еще такое состояние но еще сегодня принималась к этим я обычно перед вылетом где-то вот пью успокоительным причем мне достаточно будет долететь до москвы и дальше я успокоюсь как бы вот я какая-то такая знаете странный псих называется вот но я ну и вообще вот это все собирать я же собираю все одна не постоянно вот мы сейчас уже сто пудов поругается вот сто процентов вот но мы помиримся конечно потом но мы так мы ругаемся а девочки не в пух и прах но мы так можем я мог нафурчать на него об этом ассоции скажи что очень виновата моя косметика вот мои платьишки и ну короче я вам скажу чтобы они летели без меня вот в итоге мы заплатим за перевес и полетим спокойно себе 8 дети у меня почти выздоровели у меня только младший кашляет старший вообще уже почти нормально вот но я в таком состоянии ним конечно поспать полежать вот еще представляете я но я покрасила волосы я щас поболтаю с вами на такой болтала в лоб получится значит еще такая история я хотела перед отпуском нарастить ресницы вот но брови красить нет вот у меня сейчас не подкрашенные брови это мои то есть я их не окрашиваю сами волоски я не окрашиваю я единственное что вот здесь вот немножечко выщипываю вот в этой части и все дети играют поэтому нашу на дом вот и хотела покрасить нарастить ресницы ну что в него так ходить и что прикольно красиво короче я обзвонила 4 салона и зашла в 3 салона и везде мне сказали что больше таки не занимаются в одном салоне на меня вообще очень странно посмотрели предложили мне просто окрасить ресницы мне окрашивать не надо они у меня сами по себе черные просто у меня кончики выгорают и на солнышке меня выгорать еще больше из меня ресницы свои длинные темные да ну как сказать но все такие темные вот нормально ресницы в общем я их не хочу окрашивать и ну как бы вот у меня так посмотрели что это не модно уже или чё или вообще это прошлый век считается или как я не знаю короче я вот это не стала то есть 7 салонов отказали в наращивании ресниц вот но я как бы подумала что ну наверно это уже вообще хотя мне кажется наращивание ресниц это очень такая удобная вещь особенно для тех кто рано встает на работу кто работает до быстренько собрался и как бы все реснички уже ну в общем поеду без ресниц короче поет так нормально нормально мне кстати многие говорят что я без макияжа выгляжу моложе вот так что так что нормально вот поеду вот сейчас волосы высохнут обедаем с мальчишками вот хотела много чего хотела заснять вам в этот период много чего хотела по дому сделать общем полы намыть перед отъездом потому что у меня остаются животные же да соответственно но естественно они остаются не одни здесь мы улетаем на 7 дней и все короче хотела переделать перестирать но если так плохо чувствую сегодня уже намного лучше но короче что я ничего не сделала уедем дом бардак вот что приеду сделаешь вот что так у меня нет никакой не температуры не насморка не кашлям просто такое состояние может быть еще знаете какое-то волнение потому что у меня собака болела потом дети заболели да потом как вот это вот все то что с перелетом тоже я понервничала может быть все одно на одно наложилось поэтому я такая вялая я бы так себя назвала вот так что так что вот так вот вот в общем наболтала но не за вы напишите что интересно вам будет чтобы я поснимала в отпуске конечно же поснимаю отель расскажу про цены и про все остальное вот и как-то так кстати говорят что сейчас уже в египет туры все выкуплены потому что ну каникулы же большие у всех мы летим на 77 ночей у нас получается вот ну в общем посмотрим чем сейчас приеду сейчас будем ругаться шучу конечно девочки но мы никогда не ругаемся сильно вот из-за таких мелочей так поворчим друг на друга и все на этом заканчивается вот так что так что вот такие вот дела у нас вот какая это я не радостная доеду в отпуск и не радостная но у нас пошел снег обалдеть смотрите смотрите хотя бы батарею и к это кипяточные кипяточные батареи потому что папа так сделал папа молодец дома тепло хорошо а на улице снег и плюс два обалдеть нужно нам не меньше чем плюс два такая с погодка 0 градусов по наверно девочки снег всех с первым снегом девушка сидит не понимает что происходит скажи да что там такой на улице творится у нас еще не выходил на улицу моему кстати сделали прививку вот первую потом еще через месяц надо через 20 сколько там ночью мы записались уже сразу на вторую прививку вот такой у нас кошмар кошмар девушка скажи что творится да скажи что такое там происходит на улице непонятно я не знаю что это такое да ты моя мурчалка мурчалку молоду да вот такое скажи хороший хороший хвост длиннющий да такая вот у нас история приехал муж все короче распределил так что у нас теперь перевеса нет да у нас все поместилось ура ура так что мы валяемся скоро уже поедем на все собрали молодцы валяется здесь мы уже в пикало и конечно же наш рейс задерживают аж на два часа поэтому мы решили пойти в зал ожидания бизнес-класса и там с комфортом на диванчиках дождаться своего рейса общем так вот здесь все выглядит здесь все спят в основном в принципе как мы с мужем тоже пытались поспать где вот но то еще удовольствие спать и вот и здесь я зашла конечно же в туалет туалетную комнату вот она здесь очень такая чистенькая очень такая уютная бы так сказала по крайней мере попытались навести у ю здесь такой цветочек красивый вот достаточно все чистенько играет приятная музыка в общем бизнес-классе конечно ожидание намного лучше чем просто в зале вот поэтому здесь можем москве в домодедовом тоже бизнес-классе нам для 10 мы прилетели в 3 до 10 нам здесь на 10 утра нам здесь сидеть мы устали конечно очень поспать невозможно кресла кстати здесь не очень удобные такие с них как бы сползаешь то есть поспать невозможно вот но детям и сдвинули вот так вот два у них получилась такая мини кровати хотя бы там немножечко поспали вот так все это время весь перелет у нас задача номер один это поспать вот потому что ну невозможно ночью не спать конечно это очень тяжело и для нас и для детей вот но все-таки мы летим вот благо рейс в дубай мы в аэропорт дубай летим и там без задержек у нас весь вот что в принципе тоже тоже здорово по крайней мере его не нужно будет ждать так что в аэропорту домодедово провели ночь побывали в москве можно сказать но здесь мы уже наконец-таки прилетели нас забирает вот такая машина достаточно комфортно мне ехать правда ехать тоже где-то практически час до нашего отеля вот я могу вам сказать девочки что мы устали безумно уже просто просто да невозможно вот мы летели кстати уральскими авиалиниями и у них как-то постоянно трясет самолет при посадке при взлете еще у меня младшего сына даже укачала и старший тоже немножко себя так плохо чувствовал при посадке хотя мы летим не первый раз и обычно такого не было но ничего мы все-таки добрались и семь дней будем замечательно отдыхать такая же дорога нас ждет обратно домой вот так что из самого дубая едем наш отель нам взяли в аэропорту тесты соответственно на к видам плюс мы еще перед перелетом сдавали где-то за сутки вот и три дня мы должны находиться на территории отеля то есть мы не можем выйти за пределы отеля вот пока не придут результаты тестов ну в принципе мы первое время обычно все время сидим в отеле отдыхаем загораем купаемся так что в этом случае будет то же самое как вы видите уже практически вечера то есть мы прилетели заселились в отель где-то в районе 7 вечера уже где-то может быть пол седьмого примерно вот такое время было принципе сходили на ужин и и легли спать все но больше нас нахватило вот так что как вы видите уже достаточно темно но кстати сам водитель есть ехал очень аккуратно но быстро при этом но с другой стороны это и хорошо так здесь достаточно красиво на улицах ну мне вообще нравится арабские эмираты мы сможем здесь уже второй раз дети у нас первые вот и здесь такая но очень такая приятная атмосфера на мой взгляд ну по крайней мере мне очень не ставится вот несмотря на всякие трудности я очень рада что мы все-таки добрались сюда прилетели потому что но здесь классно вот и вот мы уже подъезжаем сам заезжаем скажем так сам наш отель конечно же вечер темном практически ничего не видно вот но я все-таки попыталась что-то заснять хотя наверное ничего не понятно уже следующем видео я уже поснимаю сам отель то есть территорию отеля номер который нам дали на ресепшене кстати есть девушка которая говорит на русском и она постоянно здесь находится то есть можно подойти нормально объяснить что ты хочешь в общем мы все очень очень уставшие будем заселяться в номер но я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан буду ждать ваших комментариев может быть какие-то запросы у вас есть нас всех люблю целую и до новых встреч